Нефти нет, газа нет, алюминия нет, золота нет, меди нет. И за счет чего жить? Самое большое богатство наше, это, конечно, наши жители, наши люди, которые проживают на великой тульской земле. И как раз это, с одной стороны, слабость, а с другой стороны, это наша сила. Потому что мы понимаем, что нам не нужно рассчитывать на какую-то суперрыночную конъюнктуру по природным ресурсам, либо на какие-то иные подарки сверху. Но мы работаем, так как работаем, на свои возможности. У нас неплохо получается. Я хочу сказать, что, например, наш валовый региональный продукт с 2011 по 2013 год, результатов с 2014 пока нет, он увеличился почти на 39%, 38,5%. Индекс промышленного производства на 42%, на треть увеличился консолидированный бюджет Тульской области, а собственные доходы выросли на 52%. Это первое место по росту собственных доходов в Центральном федеральном округе из 18 регионов. И пятое место в России. Объем вложений в основной капитал 251 миллиард. То есть цифры, они как бы это самые лучшие показатели того, чего мы добиваемся. Хотя, конечно, у нас есть очень непростые стартовые позиции, потому что самая сложная история, это, конечно, то, что мы область минусующая по населению, к сожалению, продолжаем минусовать. В смысле, убывает население? Убывающая, да. В Москву уезжают? Ну и, к сожалению, достаточно, скажем так, смертность превышает рождаемость. Это связано с тем, что у нас в области проживает 36% жителей, это люди пенсионного возраста, 32% достигшие пенсионного возраста и 4% это те, кто имеют право на более раннюю пенсию, наши военнослужащие, сотрудники полиции, правоохранительных органов и так далее. Поэтому, конечно, когда просто идет нехватка молодого населения, то и рождаемость, она, к сожалению, покрывает смертность. Но дефицит мы сокращаем, и, скажем, худшие года были, это 96-97 года, когда убыток был 36 тысяч человек ежегодный. Сейчас вот мы надеемся, что в этом году мы будем чуть меньше, чем 10 тысяч. И, конечно, это основной вызов для нас, потому что мы область исконно православная, исконно русская область. И, конечно, для нас очень важно, чтобы мы не снижались по народу и населению. Это, опять же, наш капитал, основной капитал. Ну, я помню, пару лет назад вы называли одним из приоритетов своих и правительства областного поддержку многодетных семей, детей. Это остается в приоритете? Это все остается, и это одна из наиболее важных задач для нас, потому что мы вот сегодня естественный уголь у нас 10 тысяч человек, 5 тысяч человек – это те граждане, которые бывшие граждане Советского Союза. В основном это русскоязычное население, которые приехали и, соответственно, начали определить Тульск область как место своего будущего жительства. Вот мы, наша задача, чтобы к 2018 году перейти с учетом миграции на плюс. И вот такая очень амбициозная, очень непростая, сложная задача, но мы такую задачу перед собой ставим. А бюджет на 2015 год уже утвержден, подписан вами? Ну и подписан, мы его опубликовали. Бюджет напряженный? Бюджет напряженный, он меньше, чем бюджет текущего года, и по доходам меньше, и по расходам, соответственно, меньше. Напряженный, он прежде всего, мы его когда формировали, мы прежде всего рассчитывали на то, что мы должны выполнить в обязательном порядке, то есть не давать пустых обещаний людям, те, которые потом по каким-либо причинам останутся невыполненными. Но могу сказать, что 95% бюджета 2015 года – это наше социальное обязательство, это то, что закреплено законами федеральными и нашими региональными законами. И 96% средств будет тратиться по программно-целевому принципу. То есть многодетные семьи меньше получать не станут? Многодетные семьи точно получать меньше не станут, и я надеюсь, ну, надо будет посмотреть, как у нас будет проходить дальше в следующий год, но могу заверить то, что начну даже получать больше на ту инфляцию, которая будет сформирована по итогам 2014 года. Персона Грата. Досье. Груздев Владимир Сергеевич. Губернатор Тульской области. Родился 6 февраля 1967 года в Подмосковье. Окончил Московское Суворовское училище и, с отличием, военно-краснознаменный институт Министерства обороны. До 93-го служил в службе внешней разведки. Затем занимался бизнесом. Был депутатом Московской городской думы. В 2000-м получил диплом юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Избирался депутатом Госдумы России. Работал первым заместителем председателя комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. С 2011-го губернатор Тульской области. Член Высшего Совета партии «Единая Россия». Кандидат юридических наук. Член Бюро Президиума Ассоциаций юристов России. Председатель Ассоциации молодых предпринимателей России. Награжден орденами за заслуги перед Отечеством 3-й и 4-й степеней. Медалью Столыпина 2-й степени. Медалью за боевые заслуги. Женат. Отец троих детей. Владимир Груздев. Занимается плаванием, катается на горных лыжах. И увлеченно коллекционирует советские и российские почтовые марки, посвященные космосу. Владимир Сергеевич, ну вот социальные обязательства – это очень важно. И понятно, что любому человеку, жителю вашего региона, он очень внимательно следит, чтобы, так сказать, ничего не потерять. Но развивать экономику тоже необходимо. И я помню, опять же, года два назад вы призывали на федеральном уровне создать систему по привлечению иностранных инвестиций в Россию. Ссылались на Сингапур, на Южную Корею, на Бразилию. Сегодня кардинально изменилась ситуация. Мы в этой студии с вашими коллегами-губернаторами из близлежащих регионов тоже ее обсуждали. Вот что делать сегодня? Иностранный инвестор, у него может и желание есть в Россию деньги вкладывать. Они по понятным причинам этого делать просто сейчас из-за санкции не могут. На что регионы могут рассчитывать? Где искать деньги? Виталий, ни в коем случае нельзя останавливать работу по развитию индустриальных и промышленных парков. Ни в коем случае. Обязательно нужно эту работу продолжать дальше. Жизнь, она идет. И сегодня те же самые индустриальные и промышленные парки, они могут понадобиться для наших российских производителей, для наших российских компаний. Они же тоже на сегодняшний день пересматривают многие позиции. Многие компании у нас попали под санкции. Многие компании не могут купить сегодня определенного рода оборудование, потому что оборудование запрещено для продажи в нашу страну. Поэтому у нас другого выхода нет. Только вперед. Подход должен быть не шапка закидательский такой, а он должен быть взвешенный, разумный. Мы четко понимаем, что мы можем предложить в Тульской области для наших предприятий. Это прежде всего развитие станкостроения. За последние 20 лет наши оборонно-промышленные предприятия не купили ни одного российского станка. Все станки импортного производства. Наших просто нет. Ну, вы знаете, да, наших нет. Они были. Можно говорить, что они были громоздкие, энергоемкие, но они были наши. Понимаете? И сегодня, когда мы говорим о необходимости защиты суверенитета нашей страны, о, когда говорим о национальной безопасности, вопрос, это не праздный вопрос. И современные станки, они во многом зависят от тех мозгов, которые в них стоят. Ведь мы обеспечиваем сегодня мозги для нашего оборонно-промышленного комплекса, для наших вооружений. Ну, могу привести прекрасный пример того же «Панциря». Это новое вооружение, которое два года назад, вот благодаря Сергею Шагу, мы смогли поставить на вооружение. Сегодня очередь на поставку этих систем защиты расписана до 2020 года. То есть желающих купить не только нашего Министерства обороны, но в том числе и иностранные заказчики. Вся система управления, она наша российская. Вся. Поэтому вопрос станкостроения, он вопрос совсем не праздный. Тем более, что президентам поставлена задача до 2020 года вложить 6 триллионов рублей. Но это все равно огромные деньги. Даже при нынешнем курсе, это сумма колоссальная. На программу модернизации здравоохранения было потрачено 600 миллиардов. Здесь в 10 раз больше. Поэтому, безусловно, очень важно эти деньги потратить не на импортные станки, а те станки, которые будут произведены в Российской Федерации, там, где будут созданы дополнительные рабочие места, там, где мы будем четко обеспечивать вопросы безопасности по управлению этими станками. Ведь, чтобы не получилось так, как в свое время получилось в Югославии, когда перед бомбардировками США вдруг перестала работать вся сотовая связь. Вот мы таких вещей допустить у себя не можем. И здесь Тульская область может предложить уже новые современные площадки для размещения подобного рода производства. Ну и самое важное, это, конечно, наличие квалифицированных рабочих кадров. Мы продолжаем готовить. У нас, кстати, очень серьезно обновился, помолодел средний возраст наших оборонщиков. Если вот 3,5 года назад, когда я приступил к исполнению обязанностей губернатора области, средний возраст составлял 52 года, сейчас 40 лет. То есть, существенное омоложение. Пошли. Молодежь пошла. Мы пропагандируем эту профессию. Профессию действительно уважаемую, хорошую. И хорошо оплачиваемую. В целом, она неплохо оплачиваемая. Сегодня на наших основных предприятиях, вот КБП, например, средняя заработная плата около 40 тысяч рублей. Вернемся к гражданам вашего региона, простым, как говорят, людям, хотя каждый человек сложен. Вот то, что сейчас происходит с национальной валютой, не приведет ли к тому, что уровень жизни жителей Тульской области резко и существенно упадет? И что может администрация в этой ситуации делать? Самые важные шаги, которые может предпринимать правительство Тульской области, это действительно обеспечить достойный уровень заработных плат, прежде всего по бюджетной сфере. Могу сказать, что бюджетников, которые работают в Тульской области, это основной работодатель бюджета. Поэтому, выполняя указы президента 7 мая 2012 года, мы решаем эту очень важную, сложную и непростую задачу. Мы все указы у нас идут четко, выполняем в рамках тех задач и в рамках тех графиков, которые установлены. Поэтому, мне кажется, как раз вот указы президента, они позволят не допустить резкого ухудшения качества жизни наших с вами жителей. Ну и потом, тут же тоже очень важный вопрос, все-таки производительность труда, если мы с вами говорим о коммерческом, либо оборонно-промышленном комплексе, или в целом о промышленности, производительность труда все равно должна расти быстрее, чем растет зарплата. Ну, это у нас по всей стране, по-моему, не происходит, к сожалению. Ну, тогда мы попадаем с вами в ножницы. Если мы попадаем с вами в ножницы, то законы экономики, они все равно когда-то сработают. То есть, вы же дофинансируете за счет каких-то, тогда вы уменьшаете капитальные вложения, уменьшаете вложения в образование, в обучение, в инфраструктуру. Тогда в определенный момент эти ножницы закроются и снесут ту нерадивую голову руководителя, который есть во главе этого предприятия. Вы упомянули сферу здравоохранения. Известно, что сейчас в Москве сокращают достаточно много действующих врачей и предлагают им в качестве, так сказать, альтернативы. Мы готовы принять всех. Есть возможность. У нас высокая неукомплектованность, у нас все равно укомплектованность всего до 52%. И скажу честно, что иногда, когда, скажем, я получаю какие-то услуги медицинские в Москве, то очень часто сталкиваюсь с жителями своей области, которые работают в Москве. Мы готовы. И могу сказать, что средняя зарплата врача у нас это порядка 30, ну, почти 40 тысяч, 39 тысяч 700 рублей. Вот, и по среднему медицинскому персоналу, по младшему, мы тоже неплохо подтягиваемся. Ну, там же целый хвост проблем, там надо человеку где-то жить. Так все же живут, у всех есть квартиры, они же ездят. В основном это сменная работа сутки-двое, сутки-трое, а так все живут же в области. То есть жить в Москве, работать в... Нет, наоборот. А, вы имеете в виду, если... Я имею в виду московских врачей. Ну, это мы имеем... У нас, во-первых, принята кадровая программа, где каждый врач, который приезжает и начинает работать в Тульской области, он получает подъемные деньги. От 300 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от того, на какую территорию вы едете. Могу сказать, что средняя стоимость квартиры в Туле на сегодняшний день вы можете купить как жилье эконом-класса по 30 тысяч рублей, и так можете и у улучшенного класса по 45 тысяч рублей. Ну, реально у нас есть жилье по 30 тысяч рублей. Квадратный метр. Квадратный метр, да. Ой, бросить в Москву, что ли, в Тулу уехать? Ну, пробоку у нас, к сожалению, тоже есть в центральной части города пробки, но милости просим. Ну, во всяком случае, если не на постоянное место жительства, то в Ясную Поляну, Поленово, ну и, конечно, на Куликово поле. Мне кажется, не знаю, Виталий, были вы или нет на Куликовом поле, мне кажется, надо съездить обязательно. Вы ведь еще возглавляете рабочую группу Государственного Совета Российской Федерации по поддержке малого и среднего предпринимательства. И недавно вы проводили рабочее совещание. Когда будет Госсовет? Мы планируем на конец марта проведение Большого Госсовета в Кремле, и на сегодняшний день этот вопрос крайне жизненно необходим, потому что произошло то, что за последние четыре года у нас количество малых и средних предприятий сократилось почти на четверть. И этот вопрос, на самом деле, носит уже политический характер. Потому что, с одной стороны, президент майскими указами от 2012 года четко поставил ориентиры, которые должны достигнуть органы власти по увеличению заработных плат бюджетников, которые являются становым хребтом, так называемым средним классом нашей страны. Но, с другой стороны, у нас 25 миллионов человек трудятся в сфере бизнеса, и в основном это люди, которые трудятся в малом и среднем бизнесе. И, конечно, сокращение вот этой части нашего населения ни в коем случае не должно происходить. Ведь решение социальных задач возможно при развитии экономики. И мы хотим предложить серьезные изменения. Президент в своем послании сказал, что предлагает на четыре года заморозить налоговые ставки с точки зрения их ухудшения. Улучшать можно. Улучшать можно. Поэтому мы будем предлагать очень серьезные радикальные изменения законодательства, и не только налогового. Для нас, я считаю, что это вопрос вообще политический. Это вопрос будущего страны, потому что только та страна, которая имеет сильный средний класс, имеет очень понятную, четкую опору на внутренние силы. Но известно, что именно административные барьеры и именно все власти, все силы чиновников зачастую мешают людям развивать тот самый малый и средний бизнес, который так нужен нашей стране. Вот если брать Тульскую область, понятно, что у вас до всего не дойдут руки, но есть ли какая-то у вас четкая система, чтобы все-таки окоротить, так сказать, аппетиты чиновников? Вы совершенно правы, ручное управление областью невозможно, и я даже считаю, что оно может быть губительным для области. Поэтому должны работать институты и системные подходы. Поэтому мы стараемся выстраивать понятную систему взаимодействия не только с предпринимателями, а вообще в целом по оказанию государственных и муниципальных услуг для всех наших жителей. У нас неплохая динамика, и по той же оценке по рейтингу ОСИ, в прошлом году мы были одним из пилотных регионов, из 21 региона мы знали не шестое место. Но основные, опять же, вопросы, которые есть к нам, это вопросы, которые касаются все-таки вопросов демографических. Это то, о чем мы с вами говорим в начале нашей передачи. А вот эти ваши взаимоотношения с муниципальным уровнем власти, они на каких принципах строятся, и как вы их контролируете, опекаете, даете полную свободу, но потом спрашиваете с них? — Принцип доверия и контроля. Если вы посмотрите на бюджеты муниципальных образований, то в основном собственные доходы составляют от 20 до 30%. 70% — это те программы, которые действуют на региональном уровне. Поэтому, конечно, по тем программам, которые у нас есть, мы устанавливаем жесткие показатели эффективности, жесткую систему контроля. И те средства, которые были потрачены неэффективно, либо не были потрачены, возвращаются в бюджет, и дальше уже следуют кадровые выводы. У нас полностью выстроена система выбранных председателей законодательных собраний районов и, соответственно, нанятые сити-менеджеры. Те сити-менеджеры, которые не справляются со своей задачей, не освобождаются от занимаемой должности. — Ну вот если взять какое-то муниципальное образование, вот там слух, все, пронесся, Груздев едет. Они как, они пугаются и стараются, так сказать, замазать какие-то неприглядные места на заборах, или они ждут вас для того, чтобы что-то выпросить? Вот мне вот это интересна, связка ваша и муниципалов. — Мое общение с руководителями районов, оно происходит, ну, с каждым главой района, я общаюсь не реже, чем раз в 2-3 недели, не реже. При этом, если есть необходимость, они, соответственно, звонят и полностью, так сказать, мы реагируем на те вопросы, которые у них возникают. За каждым районом закреплен координатор в должности заместителя губернатора области, либо заместитель председателя правительства области, то есть даже не министры, а уровни высшие, то есть те люди, которые имеют возможность в любой момент донести ту проблемную информацию, которая есть. Я каждую неделю встречаюсь с жителями районов, вот, и поэтому стараюсь, чтобы у нас вот таких авральных историй, там, кто-то едет, надо все почистить, чтобы таких историй, конечно, не было. И, мне кажется, самое важное, это системная ежедневная работа, которая дает уже позитивный результат. Отношения, ну, могу вам просто на одном из примеров привести. Вот, например, госдолг Тульской области на сегодняшний день 16 миллиардов рублей. Из них бюджетных кредитов около 2 миллиардов. Так вот, все 2 миллиарда, которые, это недорогие деньги, остальное это коммерческий долг. Так вот, из этих 2 миллиардов, которые я получил от бюджета Российской Федерации, я 1,8 миллиарда отдал с муниципальным образованием для того, чтобы у них не было дополнительных расходов на обслуживание долга. А возвращать сами будете или с них возьмете? Нет, ну, тот долг, вы имеете в виду, в Российскую Федерацию? Ну, конечно, сам возвращаю. Это наше взаимоотношение с Российской Федерацией. Вы, когда приехали в область и стали губернатором, вы ведь правительство достаточно сильно перетряхнули. И, по-моему, даже сократили. Мы сократили на 450 человек в целом. Правительство Тульской области у нас было 1520 человек, сейчас 1150. И мы вот в этом количестве так и остаемся. И несмотря на то, что мы получили дополнительный функционал от Федерации, и не планируем увеличивать численность. Но мы увеличили заработную плату существенно. Мы сегодня по заработной плате, средняя заработная плата сотрудников правительства Тульской области 50 тысяч рублей. Это приличные? Приличные деньги, да. Если средняя у нас по экономике 25-200, то 50 тысяч – это приличные деньги. У нас почти нет текучки. У нас четко срабатывает принцип достижения пенсионного возраста и перехода на другую работу в бюджетной организации для того, чтобы шел кадровый рост, и работали так называемые социальные лифты. Средний возраст правительства Тульской области – 38 лет. И у нас, если вы посмотрите в разбивке по возрасту, у нас нет ни одного… То есть у нас очень четко. То есть от 20 до 30 там у нас 15 процентов, а от 30 до 40 – еще 15. То есть у нас очень планово идет подготовка людей, и нету скачков. А когда вы формировали правительство, для вас было принципиально, что вот вы своего человека назначили? Для меня все люди мои, тулики, не тулики. Или команда Дудки, она тоже не была обижена? Ну, хочу сказать, что замы, которые были, работали у моего предшественника, они один остался зам, остальные написали заявление, ушли. А уровень начальников управления и так далее, многие продолжают работать. Нету, еще раз говорю, что у меня системный подход. Я не делю людей на своих и на чужих. Я делю на эффективный, неэффективный, работоспособный, неработоспособный, чванливый либо человечный. Вот у меня другие просто категории оценки. А вот если человек спорит, дискутирует, в рот не заглядывает, вас это не… До момента принятия решения так и должно быть. Каждый человек… Я вот тоже позволяю себе такие вещи, сейчас расскажу вам один из примеров. Ведь в споре рождается истина, но если решение принято, оно обязано исполняться. Я всех людей, которые приходят на работу в правительство Тульской области, я отсматриваю после прохождения процедуры и так далее, и так далее, перед назначением на работу, я отсматриваю всех персонально. И я всем говорю, что, уважаемые товарищи, вы пришли работать в команду президента Путина. Поэтому вы должны разделять ту идеологию, разделять ту политику, которую реализует президент. И в противном случае у вас просто не получится эффективной работы. И многие, подавляющее большинство людей, они осознают это, пропускают через себя это еще раз. Вот это очень важный момент. Это вот как, не знаю, когда вы приносите присягу, когда вы военнослужащий, это примерно такой же. Я благодарю вас. Три коротких вопроса у меня осталось. Персона Грата. Блиц. А вот из прошлой службы в разведке вам что сейчас больше всего пригодилось? Дисциплина. А из ваших прошлых занятий бизнесом что больше всего сейчас? Оценка, многократная оценка из той ситуации, в которой находишься, и по разным параметрам. Вы сейчас ощущаете себя политиком больше, управленцем или... Хозяйственником. Владимир Груздев, губернатор Тульской области, отвечал сегодня на мои вопросы. Владимир Сергеевич, спасибо, что приехали. Спасибо. Вел программу Виталия Ушкана. Будьте здоровы. Персона Грата.